здравствуйте друзья мы с вами сегодня подежурим по америке сегодня у нас вторник и буквально там через ну пару часов начнется голосование в сенате соединенных штатов по реформе здравоохранения и я так пару слов скажу значит что там конкретно сегодня будет происходить сначала будет голосование по называется motion to просить то есть у них есть два пути первое они могут поставить на голосование реформу которую хотят сделать республиканцы но у них нет достаточно голосов так вот как бы и кроме того без обсуждения знаете там сложно но если бы они заранее обсудили договорились кулуарно и знали что у них голосов достаточно они могли бы просто поставить на голосовать в данном случае они должны проголосовать такой это процедурный вопрос чисто процедурный проголосовать за то чтобы перейти к обсуждению к прениям как у нас принято было говорить к прениям и вот будут преть там значит если не соберется вдруг каким-то интересным образом вдруг не соберется достаточно голосов чтобы перейти к прениям то соответственно к прениям никто переходить не будет но это трудно себе представить хотя скорее всего демократы не будут участвовать в этом голосовании даже как бы даже за то что переходить прениям поскольку для них это все как-то абсолютно неправильное мероприятие поэтому ну наверняка проголосуется чтобы перейти к прениям дальше расклад такой есть 52 республиканских сенатора и 50 достаточно то есть если два человека проголосуют против в итоге то этого достаточно после голоса вице-президента майка пенса значит чаша весов склоняется в ту или в эту сторону соответственно 50 им достаточно тут приболел сенатор маккейн республиканец но он прибыл то есть думали что может быть как-то без него совсем плохо будет поскольку вот там большинство очень такое тонкое но он 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 приехал он будет участвовать голосование и из 52 республиканцев там есть один человек который категорически как бы отказывается поддержать есть еще человек 8 которые как бы условно поддерживают но голосовать за то что вот было представлено не буду да а что было представлено в данном случае в данном случае технически вот это вот motion to proceed значит это идет о том чтобы обсуждать тот ту версию законопроекта которая была принята нижней палаты то есть палатный представитель как бы технически они должны приступить к обсуждению того что там было принято то что там было принято эдакий уродец который абсолютно никуда не годился и все знали что он никуда не годился но нужно было показать какое-то действие и они сказали ну вот хрен с ним пусть будет уродец но во всяком случае вот уйдет в сенат и пусть уже сенат там разбирается ну что мы вот в конце концов вот пусть они теперь мячик на их стороне то есть знали что уродец но имели ввиду что в сенат теперь значит переходит к обсуждению и безусловно обсуждение не там все происходят вот вот там а происходит кулуарно идет давление на тех людей которые возражают соответственно они там говорят а вот у нас штате это будет значит там убыток с этого там по разным причинам и мы говорят но мы тогда для вашего штата вот тут дадим там дадим здесь дадим то есть идет такой люди хотят поторговаться ну значит и давление давление колоссальное идет и вопрос даже не столько вот в реформе здравоохранения сколько в неспособности принять что-нибудь после семи лет криков о том что надо менять обама керр вот эта неспособность предложить ничего она еще хуже чем плохая реформа здравоохранения которая может быть и намного хуже чем обама керр вот как-то так интересно получается что само по себе бездействие хуже чем для них хуже чем ухудшение там состоянии системы здравоохранения и вот сегодня все это будет происходить они там будут значит торговаться сенаторы могут вносить какие-то поправки и вот вот такой будет интересный процесс значит ли это что они сегодня что-то примут нет не значит но есть шанс как бы да поскольку как вот моральное такое давление ответственность вот да это не значит что это как-то будет соответствовать системе здравоохранения в плане улучшения того или что-то но он просто вот как бы общая ответственность кто из них хочет чтобы его выставили значит виновником того что не прошла реформа что они там против партии пошли там еще что-то кстати тоже психологическое давление очень большое вот если у них не получится ничего сегодня это не значит что они забросят эту реформу то есть они будут возвращаться они будут работать с теми кто своими голосами там ее похоронит вот не хватит им пару голосов вот они с этой парой человек будут работать дальше и как-то в общем еще не похоронены не похоронен в том не похоронен в смысле того что они что-нибудь да примут в этом в этом смысле не похоронен в том смысле что ничего хорошего они не это как бы предопределено то есть с точки зрения нас как бы потребителей услуг системы здравоохранения вот мы как бы оказываемся в ситуации описываемой известной частушкой хочешь ешь а хочешь жуй все равно получишь далеко не идеальную систему здравоохранения вот вот это как бы то что впереди ну поглядим значит независимо от тонкости вот знаете сейчас в прессе они пишут вот позиция того сенатора этого сенатора этот вот это сказал этот вот это сказал и такое ощущение складывается как будто имеет какое-то значение кто из них что-то сказал как будто бы имеет какое-то принципиальное значение что они там в итоге примут и насколько это насколько это будет гадким утенком без всяких шансов превратиться в лебедя пойти лебеди того же не будет но сегодня тот кто как бы несет ответственность за систему здравоохранения за ее реформирование таскать ее текущее состояние вот тот и проиграл вот такое интересное состояние знаете вот как сара выбирай одно из трех до или ты закроешь окно или два раза получишь по морде пойти нету 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 трех то вариантов вот есть только два или окно или по морде но два раза в общем вот такая вот у республиканцев ситуация нехорошая а дает а так она была бы нехорошей у демократов вот допустим избрали бы клинтон и и вот стал бы вопрос что там нет врачей что из каких-то штатов уходят страховые компании которые обама кирк значит страховали и пошло и пошло и поехало вот например в кремниевое долине где мы с вами едем да сейчас обама кирк страховку вообще никто из врачей не берет она мало платит ну вот я разговаривал недавно с человеком который по этой части вот если допустим просто страховка платит врачу за визит ну может быть там 70 долларов там 60 долларов то обама киркта может платить там 28 в эти врачи врач от не хочет он не подписывает с ними контракт здесь здесь никто за 28 долларов не хочет так что такая вот интересно если копаете payment schedule то есть врач может страховки послать бил там на 400 долларов но по вот этому payment schedule как бы тарифная сетка такая да мы бы сказали вот по этой тарифной сетки вот за это положено там сколько-то долларов да в общем можно сказать с одной стороны сегодня большой день как бы может быть что-то такое примут или как там у высоцкого сегодня жизнь моя решается сегодня нинка соглашается вот республиканская нинка может сегодня согласиться вот но как бы как бы это добром не кончится все для нинки тоже в частности вот ну пас посмотрим 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 интересная жизнь друзья интересная жизнь так как не как не поглядишь такое бурление принципиальные позиции собираются комиссии комитеты люди там что-то доказывают обращаются к избирателям произносятся речи президент трамп сегодня с утра там твитами вообще а всю эту твитосферу как это сказать удобрил вот и в общем вот а ему главное вообще без разницы что они примут воде ему существенно записать себе в актив что вот он обещал и сделал там пацан сказал пацан сделал а эти вот никак ну никак вот ему тяжело с ними знаете они ему мешают так что вот такая история второй момент раз мы начали про то кто вмешает трампу его конечно республиканская партия мешает все эти сенаторы и вообще конституция мешает суды мешают очень все эти ненужные совершенно элементы демократии но сейчас ему особенно мешает генеральный прокурор джефф сэшнс надо сказать что сэшнс он был сенатором до этого сэшнс был первым первым человеком из системы то есть сенатор губернатор как конгрессмены он был первым кто поддержал трампа во время его избирательной кампании то есть там же там было кого поддержать да там были люди но сэшнс поддержал трампа и он вместе с ним значит участвовал в компаниях он очень активно выступал против там нелегальной миграции и у него есть на этот счет там свои какие-то принципиальные позиции вот и он такой был в общем не то что сторонник трампа он уже уже более сторонника уже и придумать невозможно может быть только члены семьи и претензии трампа к нему состоят в том что джефф сэшнс поскольку он был членом команды трампа и когда еще вот при джеймсе каме директоре значит фбр началось расследование связей команд избирательной команды трампа с какими-то российскими там непонятно какими контактами вот и он как бы вышел из из этого здесь такое слово реки узел реки узким сел то есть он исключил себя из того чтобы руководить расследование потому что фбр находится под department of justice под генеральным прокурором поэтому сказал я не участвую поскольку я член той команды и вот сейчас несколько дней назад трамп давал интервью газете new york times и он просто там налетел на этого сэшн что тот его обманул что-то к нему нечестно что вот то что он вышел там из этого расследования то есть с точки зрения трампа задачи генерального прокурора состоит в том чтобы защищать лично его не конституцию там допустим или там может законы какие а лично его вот он же президент он его лично назначил а тот значит его лично и подвел дело в том что генеральный прокурор имеет полномочия закрыть расследование который сейчас ведет мюллер собственно может его и не начинать но в данном случае он он может его закрыть поэтому сейчас началась травля этого сэшнс со стороны трампа он его нет не проходит дня чтобы его не травили то есть идет настоящая серьезная травля то есть при том что люди которые там в окружении в прессе в республиканской партии сенаторы и так далее они все говорят что не нужно этого делать ты не можешь на своего подчиненного ты не можешь обгаживать его вот так публично если тебя претензии к нему значит ты должен с ним поговорить ты можешь его уволить заменить на кого-то и так далее но ты не можешь вот так публично и на своего подчиненного ты же его и назначил на убери этим но убрать его он боится потому что после того как он уже уволил директора фбр и как бы в этом те люди у которых так есть там пара извилин они понимают что речь идет о том что он препятствовал следствию поэтому он сейчас пытается катить бочку на мюллера что мол там у него конфликт интересов там и так далее хотя все говорят не трогайте мюллер это святой человек это как бы это сказать символ чистоты и непредвзятости говорят республиканцы в частности вот поэтому вот он катит бочку на этого сэшенс фактически как бы он идет травля с целью чтобы он наверное сам ушел с должности потому что уволить его он это было бы наверное слишком как бы очевидно и одиозно значит вот его пытаются значит таким образом выгнать с этой должности чтоб он сам ушел а он уперся и и не уходит вот и сенаторов то он уже ушел теперь уже больше не сенатор там уже другой вместо него в общем такая интересная история характеризует конечно очень характеризует на систему нашу нынешнюю как она там функционирует да да я вспоминаю на эти мама у меня рассказывала что вот там ну году в пятидесятом ей было там лет 26 27 и папа подарил платье такое и такой был рукавчик фонариком тогда было модно рукавчик фонариком и она говорит что платье было очень сексуальная потому что в фонарике был вертикальный разрез давайте у всех был просто вот рукавчик такой коротенький до в виде фонарика у нее там еще был сексуальный разрез а сегодня вы можете пойти в стрингах друзья и фактически не скрывая ничего только может быть чисто так из гигиенических соображений что-то на себя нацепив и и никто и внимание обратит вот так что вот это это то как меняется отыскать представление о нормальном в политике вот у нас сейчас в стрингах ходит вот а разрез в фонариках это уже никого не впечатляет вот такая у нас сегодня повестка дня ждем наблюдаем я прибыл на работу поэтому мы с вами расстаемся друзья и до скорых встреч дежурство сдал